МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня разыграем, кстати, очень интересные призы для вас. Это сертификат на один час игры в боулинг и подарочный сертификат на приключения от Квест Тайм для двоих. Мне кажется, ну, согласитесь, в летний период это самые актуальные подарки. Поэтому ждите розыгрыши призов, не пропускайте ни в коем случае ни минуты нашего сегодняшнего эфира. Кстати говоря, думаю, тема сегодня будет полезной и интересна многим, как открыть свой бизнес. Именно так мы назвали. Какие-то, может быть, интересные советы услышите для себя в психологическом даже плане. И как же перешагнуть эту боязнь, чтобы вот открыть свое дело. И как раз сегодня нас будут консультировать, нам будут подсказывать, нас будут радовать, собственно говоря, своим присутствием. Замечательные три девушки. Представляю вам. Это у нас Мария Шаталина, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей социальной психологии, руководитель проектов Академии Коучинга. Здравствуйте. Добрый день. Рядышком расположилась Татьяна Никитина, кандидат психологических наук, доцент, директор Академии Коучинга. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну и Ирина Котмакова, руководитель проекта «Вдохновляющая карьера», сертифицированный коуч, эксперт в области развития персонала. Я думаю, как раз вы-то знаете все, как, по крайней мере, перешагнуть психологический барьер, чтобы открыть свое дело. Правильно? Вообще, чем занимается Академия Коучинга? Академия Коучинга – это такая консалтинговая и, с другой стороны, обучающаяся организация, которая предоставляет услуги по содействию тем людям, которые хотят, ну, достичь каких-то новых результатов в своей жизни, и в том числе бизнеса. Когда вот уже жизнь становится, может быть, тесно, может быть, скучно, может быть, неинтересно, и хочется чего-то еще. И задумаешься о том, а где взять ресурсы. И вот, наверное, о том, какие ресурсы, знаете, как мы иногда говорим, вот мышцы накачать, вот интеллектуальный фитнес, фитнес для души. Ну вот. То есть это как раз вот такой интеллектуальный фитнес, чтобы понять вообще, способен ли ты дальше идти. Правильно? Понять, а потом и развить себе те способности, которые позволят тебе развивать то дело, которое ты хочешь. Хорошо. Слушайте, ну, я нашла вот очень много действительно на интернет-пространстве каких-то советов, каких-то интересных, не знаю, высказываний, мнений. Вот семь причин, почему стоит открыть свое дело, стоит начать работать на себя. К примеру, вы зарабатываете круглосуточно, вот такое вот есть. Ваши доходы формируете вы сами, сами регулируете. Вы сами себе хозяин, что на самом деле, мне кажется, многих, скажем так честно, раздражает вставать в 7 утра, ходить на работу, отчитываться перед начальством. Многих, наверняка, это как-то не устраивает. Находитесь в безопасности. Что это значит? К сожалению, я не буду говорить на то, что ненаемным работникам, потому что вы, по крайней мере, можете понимать, насколько ваш бизнес, на какой стадии находится, потому что, к сожалению, в компаниях, особенно сейчас, наверняка, ты даже не знаешь вообще, когда же она закроется. Вот, бывает такое. Ну и определяете круг своего общения тоже сами, собственно говоря, и свободу своего общения. Согласны с этим? Да, вот мы очень часто ездим и в институте, работаем с молодыми специалистами, с молодыми предпринимателями, и у них очень четкая такая мотивация именно на свободное время. То есть я не привязан к какому-то времени, да, я не работаю с 7 до 5, там, с 6 до 6 вечера, а то, что я выбираю свое время сам. И вот это вот сейчас очень такая массовая глобальная мотивация на то, чтобы открывать свой бизнес. Ирина, ну, коль уж вы взяли слово «вдохновляющая карьера», что обозначает этот курс, что в этих двух словах кроется? Ну, Татьяна, да, прекрасно рассказала, что такое коучинг, и сейчас это активно развивается. Для меня коучинг – это технология эффективности, личной эффективности. И сейчас даже есть такая специализация в коучинге идет. Вот я взяла для себя специализацию развития профессиональной области, и проект «вдохновляющая карьера» – это как раз про развитие, про достижения в профессиональной области. Да, то ли я открываю свое дело, да, я тогда как предприниматель отстанусь в моей профессиональной области. То ли я развиваюсь как наемный работник в организации, мы ищем перспективы, куда двигаться, какие сроки, какие цели я хочу достичь, и как в полном объеме себя реализовать как такого профессионала. Либо есть еще одна категория, да, это фрилансеры, которые для них сфера абсолютно свободная, да, они не завязаны ни с наему персоналу, ни с какими-то другими такими юридическими отношениями. Тоже работаем с ними, как перейти из, например, наемного труда, открыть свой бизнес. Тоже очень вопрос, с которым сталкиваемся, потому что в наемном труде есть свои особенности, да, есть стабильность, есть стабильный доход, есть четкое понимание, что нужно делать, а как из этого состояния перейти в состояние свободы, да, собственно, введения бизнеса – это тоже вот те вопросы, которые на проекте «Вдохновляющая карьера» рассматривают. Вот чисто с психологической точки зрения, мне кажется, это действительно такой аспект, когда, ну, вот я, к примеру, сейчас мне бы сказали, Юля, вот, пожалуйста, открывай свой бизнес. Я бы, наверное, не рискнула. Вот что самый такой большой барьер именно в психологии человека? Именно вот этот вот переход с наемного труда на… Понимаешь, что он все на свои плечи ложится? Это не всегда переход, это, может быть, это как раз и первый шаг. Да, а если с нуля, да, к примеру, вот закончил университет, собственно говоря, получил такое образование, да, муниципальное управление, к примеру, в принципе, то образование, которое дает нам возможности руководить своими финансами, руководить своей каким-то какой-то деятельностью. Да? Ну, ведь если вы действительно хотите свободу, если сейчас основная ценность, да, у большинства молодых людей, это как сделать так, чтобы я был свободным? И если для этого нужно открывать свой бизнес, значит, я буду открывать свой бизнес. Мне кажется, это как раз большое желание, во-первых, и готовность спуститься в это увлекательное, возможно, там опасное, да, плавание. Конечно, риски есть везде. И если человек понимает, что он рискует, на самом деле, нанимаясь, да, просто другим рискует, то, мне кажется, здесь вот самое важное четко понимать те выигрыши и те ограничения, которые связаны с тем или иным выбором. И вот если возвращаться к проекту про карьеру, то проект, он уникален сам по себе тем, что действительно он не имеет возрастных ограничений. То есть те техники, инструменты, которые там есть, они подходят даже, ну, наверное, старшеклассникам, те молодые люди, которые только задумываются о том, а с чем вообще связать свою будущую жизнь. Замечательные техники работают для людей даже среднего возраста, которые тоже выстраивают свою карьеру, да, начинают, меняют, открывают что-то новое. Да, страх присутствует, только нормальный, если не боятся. Это нормальная ситуация, если вы не боитесь. И перед собеседованием это страх присутствует, когда ты идешь, опять же. То есть у нас, наоборот, вопрос возникает, когда человек говорит, я ничего не боюсь, а вот сейчас и странно. Это нормально. А с чего начать? Вот решил, все, буду делать свое дело. Собственно говоря, начать искать какую-то нишу, либо, может быть, получить образование действительно какое-то. Вот с чего начать? Образование – это классно, конечно. Знаете, еще, я имею в виду именно бизнес-образование. Юля, есть такая важная тема, тема готовности. Вот готовности к определенной деятельности. Ну, и к бизнесу тоже в том числе. И вот эта готовность, она вот трехкомпонентная, или трехуровневая, как хотите. Это готовность на уровне знаю-понимаю, и вот эта готовность брать ответственность. Потому что вот почему иногда люди не хотят бизнеса, вернее даже как, хочу, но всю жизнь хочу. Я не пойду туда. Я могу очень долго хотеть. Я очень классно умею хотеть. Да. И мне даже нравится хотеть. Я всем рассказываю, что я хочу. Браво. Вот. Поэтому, когда есть готовность, готовность знаю, понимаю, и готова брать ответственность за те результаты, которые будут, это первое. Второе – это вот то, что вы говорили, страх. Да, страх был, есть и будет. Это моя готовность выстраивать отношения, это моя готовность выстраивать такие эмоции, такие коммуникации, которые позволят мне, ну, быть успешно в этом бизнесе и в тех контактах, которые я создаю. И, наконец, готовность на уровне поведения, когда да, есть технологии, есть уже определенные поведенческие какие-то вещи, и самое главное – мотивация. И вот, можно сказать, готовность. Я знаю, понимаю, мне это нравится, я могу и я хочу. Может быть, сначала хочу. Хорошо. И важно еще, да, вот то, что Тасяна проговорила, найти то, что действительно нравится. Та сфера, которая, вот сфера интересов, сфера увлечения, которую я, меня будет двигать, которую будет зажигать, вдохновлять, от которой я буду получать кайф. Ведь, да, когда я решаю открыть свой бизнес, я думаю, а чем заняться, да, какой бизнес? Что, первое, что мы делаем, смотрим, что делают друзья, что делают знакомые, да, что они откроют. Да, 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 кто-то открыл туристическое агентство, кто-то открыл сейчас модное антикафе, и ты думаешь, а что хочу я, что будет зажигать меня? И вот первый этап, с чем я работаю, это как раз найти вот то дело, за которое ты будешь болеть душой, в которое ты будешь верить, и в которое, несмотря на все страхи, риски, ты будешь вкладываться и идти развиваться. Слушайте, ну а считается ли это ошибкой? Да, вот он, к примеру, понимает, что это меня зажигает, но этого действительно очень много уже. Вот это считается ошибкой? Дальше идет вот как раз исследование бизнес-реальности, а что сейчас есть? Потому что невозможно как бы без того, что я, да, как я, и без исследования среды это нужно совместить. Да, я хочу вот это, а что есть в бизнес-среде? Может быть, какой-то новый подход найти, да, новый способ, там, предложение. Фишку свою, так сказать. Такое уникальное торговое предложение. И тогда, да, да, я знаю, что мне интересно, я знаю, что происходит в среде, и я нахожу свой вариант, который будет востребован людьми. Хорошо, ну что ж, коль уж мы сегодня говорим о бизнесе, то и вопрос мой для вас, дорогие телезрители, будет связан, ну, с деловыми, скажем так, переговорами, с деловыми сделками. Звучит оно следующим образом, как называются сделки, дающие право на продажу, покупку товара в будущем по заранее оговоренной цене М202.11.22, сертификат на один час игры в боулинг достанется именно тому, кто быстрее дозвонится, кто ответит верно, ну, и кто вообще хоть что-нибудь понимает в деловых отношениях, правильно? Вы знаете, я так понимаю, но мы будем молчать. Конечно. Если все, отлично. Мы никогда не даем сложные вопросы нашим среди зрителям, потому что всегда хотим и всегда радуемся, когда они отвечают нам верно и выиграют какие-нибудь интересные призы. Вот, к примеру, один час игры в боулинг, я думаю, что это призы действительно очень интересные. Что ж, у нас есть несколько фотографий, такая фотоподборка, где можно посмотреть, как проходят, собственно говоря, занятия, семинары, и вот как-то можно их прокомментировать вообще, чтобы наши люди, телезрители, понимали, что это. Вот такой вот круглый стол какой-то, да, творческий. Ну, это как раз, да, Ирина работает. Да, это мы как раз планируем такую карьеру, профессиональное будущее, оно проходит очень все весело, в картинках, в стане вдохновляющей цели. То есть, когда говорят в основном бизнес, представляешь людей в костюме, с портфелями, и вот все это так очень нудно, занудно, нет, видим то, что в творческой также атмосфере, да. Это вот выпуск. Вот на предыдущем, предыдущей картинке, там была семинара по визуализации, был очень классный семинар, а это вот в прошлом году выпуск группы, у нас трехмодульная программа, полтора года обучения, это госуниверситет, у нас договор с госуниверситетом, и вот это защита дипломов. Вот мы видим, да, вот такие счастливые, счастливые обладатели красных корочек. В понедельник следующая группа получает, вот, которая в этом году выпускается. Диплом о профессиональной преподготовке, управлении организацией персоналом, коучинг-подход. Вот. Вот это наша замечательная Ирина. Ну, это мастер-класс, да, мастер-класс по как относиться к себе, как к бизнесу тоже. Это вот у нас вип-коучинг был, это для руководителя, для собственников бизнеса, это вот такие. Ну, краткосрочные программы, да, потому что есть большие, длительные сопровождения. Вот, еще академия коучинга занимается благотворительной деятельностью, это вот прошлогодний выезд в школу-интернат, то есть мы такое шефство взяли над ними, новогодний праздник в этом году делали, вот весенний тоже приезжали на День защиты ребенка. Вот, только мы с ними играли. Как раз делаем квесты для них. Удивительные дети. Да, дети замечательные. Это как раз баланс между брать и отдавать, да, в бизнесе очень важно еще отдавать, вот это вот наши благотворительности, это то, что отдаем. Мы в прошлом году делали выездной на берег Волги. Это счастливые вот обладатели карьерного плана на будущее, да, такое. Причем карьера... Наверное, да, самое сложное, составить бизнес-план, вообще карьерный план и потом уже как-то его реализовывать. Вот самое сложное, теория, я так думаю, я лично считаю. Опять мы видим, да, вы выпускной счастливой. Слушайте, ну, смотрю я на фотографии, вы, собственно говоря, у нас девушки присутствуете на эфире. И если раньше понятие именно был бизнесмен, сейчас, мне кажется, все-таки бизнесвумен. Действительно ли это так? Потому что и большинство все-таки девушек на фотографиях, и вы, представительницы все равно бизнеса, да, бизнеса. Действительно ли это уже у бизнеса женское лицо? Юль, вот гениально, потому что у нас даже в последнее время мы сделали программу «Женский стиль лидерства». И вот сейчас такое время, что в бизнесе нужны, извините, новые энергии. Вот в бизнес нужно именно вот создавать такие теплые отношения в компании. Исследования показывают, что в тех компаниях, где создаются вот такие теплые атмосферы, где комфортное взаимодействие, где люди поддерживают усилия, где есть команды, этот бизнес не только выдержит, но и будет развиваться в любые времена. А как известно, женщина может создать тепло и уют. Сейчас, наверное, не камня поругают многие именно бизнесмены, мужчины, но уж ладно, мы тут все-таки женской компанией собрались. Кто к нам дозвонился, мужчина или женщина, давайте сейчас узнаем. Здравствуйте, как вас зовут? Да, меня зовут Альбин Кабаш. Вот так вот. Ну, рассказывай, неужели ты у нас уже знаешь что-нибудь про... Сколько тебе лет? Мне 11. Вот и моя дорогая. Мама подсказала. Ну, вот такая вот смелая у нас телезрительница. Действительно, очень интересно. Да, что очень радует. Давай, говори же нам, как же называются сделки, дающие право на продажу, покупку товаров в будущем по заранее оговоренной цене. А в целом. Верно? Мне кажется, неверно было. По крайней мере, у меня... Устаный ребенок. Нет, мама подсказала тебе, к сожалению, неправильно. Поэтому, если вдруг придет на ум какой-нибудь другой ответ, то звони 202-11-22, сертификат на один час игры в боулинг пока еще остается свободным. Ну, быть может, вот буквально сейчас нас набирает другой телезритель и уже хочет забрать его. И также, как называются сделки, дающие право на продажу, покупку товара в будущем. Вот так вот подскажу вам по заранее оговоренной цене. Ну, как-нибудь переведите уж на английский слово «то будущее» и поймете, что я имею в виду. Вот такие подсказки. Мне кажется, все уже просто и легко, да? По-любому девочке спасибо, она просто умница. Девочка, конечно, умница. За смелость даем ей 5 баллов. Пощительный приз. Пощительный приз. Подумаем после эфира, собственно говоря. Я так решать не могу, к сожалению. А после эфира обязательно подумаем с нашим пиар-менеджером, что же им такого интересненького дать. Хорошо. За активность и за смелость. И первая она. И первая. Хорошо. Вопрос такой, собственно говоря. Уже немножечко обсуждали. С какого возраста лучше все-таки продумать свое дело? Это необходимо брать с молодым, потому что молодые перспективы, мы прекрасно понимаем, у них больше энергии. Либо все-таки опыт тоже свое имеет. Мне кажется, у бизнеса нет возраста. Хорошо. Давайте вопрос зададим по-другому. Кто ваш, опишите вашего потенциального клиента. Ну, конечно, сейчас очень много открывает больше молодые, да? И они, конечно, обращаются именно как открыть, что выбрать, как делать, какие шаги осуществить. Потому что более, скажем так, люди другого поколения, да, сейчас же есть, делят X, Y, Z поколения. Вот поколения Y и Z, они более активные, они более склонны экспериментировать, более гибкие, они ведь новые технологии, да? Сейчас же очень много бизнеса построено на интернет-технологиях, они с ними лучше знакомятся. Но у других, такое вот наше поколение, есть тоже классная основа знания, есть такая, есть ум, есть мудрость, то, что они приносят, есть такая стабильность. И очень многие тоже решают открыть, именно исходя из того прошлого опыта. Если молодежь ориентируется на какие-то свои новые идеи, то более взрелые люди, они ориентируются уже на свой какой-то такой опыт и оттуда берут. А что я тогда могу делать, чтобы это было необходимо людям? Что ж, вам спасибо большое. Что я поняла из вашей беседы, из нашей беседы, то, что действительно бояться не стоит. Если вдруг есть какая-то неопределенность, то необходимо просто, главное, как-то подучиться, какие-то семинары посетить, и тогда все-таки, по крайней мере, в голове все это усвоится, по публичкам разложится. Юль, можно прямо чуть-чуть? Мало того, что надо понять, что ты боишься, и идти именно туда. Там приз, там энергия, там подарок. Вот такой вот интересный совет у нас от Татьяны, кстати говоря, от кандидата психологических наук, доцента. Так что запоминайте и мотайте на уст, как говорится. У нас есть звонок. Прежде чем уйти на сюжет, давайте поговорим с нашим телезрителем. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Наталья. Наталья. Вот опять же, женское лицо. Здравствуйте, Наталья. Ну, рассказывайте нам, как же называются сделки, дающие право на продажу и покупку товара в будущем по заранее обговоренной цене. Я предположу, что это фьючерс. Ну, я думаю, вы предполагаете абсолютно верно. Я вас поздравляю. Сертификат на один час игры в боулинг достается именно вам. Собирайте компанию веселую и отправляйтесь в боулинг. Я думаю, в летнем вечером это будет очень актуальное времяпрепровождение. Что ж, ну а мы смотрим сюжет. Как же пройти собеседование? Да, немногие решают все-таки на открытие своего бизнеса. И многие сейчас, быть может, как раз именно с наступлением осени, будут искать себе новое место работы. Я думаю, наш следующий сюжет будет вам в пользу. Поздравляем! Среди сотен объявлений о работе вы нашли подходящее именно вам. Ваше резюме приглянулось работодателям, и вы услышали долгожданный звонок с приглашением на собеседование. Несомненно, это уже большое достижение. Но расслабляться еще рано. Собеседование – одно из основных и самых сложных этапов трудоустройства. Как же сделать так, чтобы первая встреча с работодателем прошла успешно? Расскажем все по порядку. Очень важен ваш внешний вид. Постараться запомниться и выразить свою индивидуальность через одежду – не самый лучший вариант. Конечно, если вы дизайнер или художник, то костюм экстра яркого цвета может и будет к месту. Но если ваша будущая профессия носит более строгий характер, выглядеть нужно уместно. Универсальная одежда является деловой однотонный костюм. Не должно быть экстравагантности в цвете, в запахе, в косметике. Большое значение имеют первые секунды, проведенные в кабинете у потенциального работодателя. Во-первых, не садитесь до тех пор, пока интервьюер вам этого не предложит. Во-вторых, помните, что своей позой мы тоже формируем впечатление о себе. Ни в коем случае нельзя держать портфель крепкой хваткой в руках или у себя на коленях. Свободные руки могут пригодиться вам, когда вы начнете рассказывать или убеждать. Поза должна быть достаточно открытой, непринужденной и удобной для беседы. В какой-то мере можно зеркалить позу работодателя. Будьте осторожны с комплиментами. Вы можете дать положительный отзыв об интерьере кабинета, о профессиональном ресепшене обратить внимание на награды. А вот делать комплименты изображенным на фотографиях лучше не стоит. Обычно собеседование проходит по набору стандартных вопросов. Работодатель просит рассказать о себе, о своих перспективах и обозначить мотивы, по которым вы выбрали именно это предприятие. Ответы... А, ну так в резюме все сказано. Ну, на вашем месте сидеть хочу. А, ну просто это единственное место, куда меня позвали. Здесь не годятся. Ответы на вопросы должны быть развернутыми и емкими. Голос должен быть уверенным, но не слишком громким. Не отклоняйтесь от сути беседы. Отвечая на один вопрос, постарайтесь уложиться в 2-3 минуты. Иначе собеседник просто устанет вас слушать. Иногда работодатель задает вопросы, которые могут поставить вас в тупик. Например, спросить, были ли у вас промахи или неудачи на работе. Этот вопрос относится к категориям закрытых, и ответить на него можно односложно. Да, были. Если же интервьюер попросил привести примеры, то не обязательно раскрывать самые большие промахи. Главное, чтобы, назвав свое упущение, вы упомянули, как вам удалось его исправить и избавить компанию от неприятностей. Вот тогда-то фирма чуть и не обанкротилась. В тот же день я переделал отчет, и все стало на свои места. И, конечно же, главным союзником на собеседовании является ваша улыбка. Благодаря ей вам будут прощены все погрешности. Будьте уверены в себе, не волнуйтесь. Тщательно подготовьтесь, и тогда у вас есть все шансы произвести хорошее впечатление и получить предложение работы. Несмотря на то, что мы сегодня говорим на такую серьезную тему, как открытие своего бизнеса, не стоит забывать, что на дворе это лето, и, конечно же, каждому хочется отдохнуть, провести незабываемо свой отпуск. Вот, к примеру, телеканал «Самаргиз» и газета «Вабанк» дарит вам такую возможность. Проводит конкурс «Приз. Путевка в Крыс». Необходимо сделать фото на летнем отдыхе с газетой «Вабанк» и выложить в группе ВКонтакте. Все подробности, конечно же, в газете «Вабанк» и на сайте samaragiz.ru. Участвуйте в конкурсе, и, быть может, ваш отпуск будет самым незабываемым. Что ж, ну а тем временем я представляю наших новых гостей. Знакомьтесь, встречайте. Денис Емельянов, коммерческий директор системы общественного финансирования. Здравствуйте, Денис. Прекрасная Екатерина Сыскетова, правильно фамилию называла, руководитель проекта «Бьюти Спан» и Дмитрий Ковалев, руководитель проекта «Фотостудия». Здравствуйте. Ну, первый вопрос, разрешите все-таки адресую Денису. Что такое система общественного финансирования? Как вообще понимать это словосочетание? Ну, система общественного финансирования – это довольно-таки новое явление. Она как явление сформировалась где-то в 2012 году. Смысл ее в том, что в финансировании какого-либо проекта может принять участие большое количество инвесторов. Не как это делается, скажем так, традиционно. То есть один, два, три максимум человека сложились средствами и, собственно, открыли бизнес. Так что вот, ну, примерно вот ста, там, двухсот, трехсот и более человек могут вложить свои, соединить свои средства, довольно-таки небольшие, там, вот трех, пяти тысяч и так далее. И таким образом сформировать начальный капитал, который, ну, на основе которого открывается бизнес. Главный плюс в этом следующий. Вообще выживаемость новых проектов по статистике не больше 10%. Это на этот счет очень много аналитики в интернете, в открытых источниках. Это много раз подтверждено. Эксперты выделяют, как правило, три основные причины, почему именно так и происходит. Ну, собственно, вообще основная причина, почему так происходит, потому что, когда бизнес открывается по собственной инициативе, то есть человек делает это один, ну, максимум вдвоем, этот бизнес, кроме его или них, скажем так, никому не нужен. То есть, да, они там прецендуют на 100% прибыли, на все, там, сам царствовать и владеть всем, скажем так, и так далее. Вот, но этот бизнес, опять же, никому, кроме них, не нужен. Нужно ходить, объяснять, ну, привлекать людей. Реклама, опять же, да. Реклама, то есть нужно первый раз, всем рассказать, потом как-то, чтобы после того, как человек его слышал, не факт, что он придет, 10% придут. В общем, все это сложно, чтобы люди узнали и потянулись. Вот в этом. Во-первых, узнали, это очень много денег, а во-вторых, чтобы они потянулись, и в третий раз, чтобы они сформировали лояльность. Это уже самая крайняя, скажем так, на высшей точке, к чему стремятся, ну, руководители бизнесов. Но система общественного финансирования, она же не исключает вот этой проблемы? Или бы исключает? Тема общественного финансирования, как раз ее самый главный плюс в том, что из-за того, что большое количество, скажем так, акционеров участвует в этой сделке, то они априори лояльны к этому бизнесу. То есть они как минимум отдали свои деньги, добровольно, скажем так, да, как минимум хотя бы потому, что им нравится этот проект. То есть они уже к ним лояльны. Это первое. Второе, они получают там большие скидки, и третье, они получают долю от прибыли. Ну, еще также возможность управления за счет интернет-голосований. То есть за счет этого их, скажем так, лояльность к этому бизнесу, она максимальна. То есть никакой в здравом уме человек не пойдет, ну, если у меня есть, например, собственное кафе, хотя даже с небольшой долей части, я, допустим, не пойду уже в другое, потому что у меня есть уже свое. Вот таким образом из вот этого большого количества соинвесторов формируется первоначальная клиентская база, которая помогает проектам, ну, выживать в самый сложный период своего времени. Это вот начальный, скажем так, набор высоты. А там уже сарафанная радио. Если каждый скажет хотя бы своему одному другу, то 300 человек плюс один друг. Совершенно верно. И помимо того, что они как минимум являются, то есть выводят вот это вот предприятие, ну, так называемое долина смерти, выводят его из долины смерти, они еще и, естественно, не будут молчать, сидеть дома под одеялом, скажем так, накрывшись. Они будут, естественно, рассказывать своим друзьям о том, какой у них классный проект, как там все хорошо, и рассказывать как минимум, ну, и переводить за руку. И таким образом клиентская база не только получается есть первоначальная, но и эта же первоначальная клиентская база очень хорошо рассказывает всем остальным по сарафанному радио, распространять информацию. А сарафанное радио, как мы знаем, это самый хороший метод рекламы. Самый лучший, да, метод рекламы. Хорошо, вопрос такой возникает. Ну, собственно говоря, да, и действительно красиво, красиво описано, вкусно описано, скажем так, но вопрос встает в следующем, а как же будет делиться прибыль? И действительно ли это прибыльное мероприятие, либо так, если 300 человек участвуют, на 300 человек разделите, и пойдешь как раз поужинаешь кафешке своей? Хороший вопрос. То есть первый вопрос. Прибыльно, ну, прибыльно ли это, скажем так? Ну, вот смотрите, допустим, опять же, начнем с того, что, например, у меня я решил открыть собственный бизнес, сложил 3 миллиона, например, с очень большими рисками, там 90%, как показы практикой. И, естественно, я принцедую на всю прибыль, на все 100% прибыли, например, там на 200 тысяч. Ну, и на все финансовые риски. Если, допустим, я банкрочусь, у меня останется на мне риск в 3 миллиона, правильно? Вот. А тут за счет того, что разделяется ответственность, разделяются риски и разделяются, естественно, инвестиции, конечно же, за счет этого человек, который проинвестировал деньги, он получает, ну, как бы, в рамках, скажем так, прибыль распределяется, соответственно, вкладу. То есть если человек вложил, допустим, там 15 тысяч, у него и будут дивиденды, ну, допустим, у нас средняя дивидендность, это порядка, там, 50-60% годовых, у него и будет, там, 7,5 тысяч в год, грубо говоря. В два года он, грубо говоря, вернет свои средства и плюс, ну, грубо говоря, в два раза приумножит свои средства. Естественно, денег он получает меньше. Ну, и риски, но он и риски, если, ну, опять же, если, например, можно сказать так, ну, у меня есть, там, 2 миллиона, например, да, ну, зачем мне вкладывать, там, 5-10 тысяч, там, туда-то, там, туда-то и туда-то, допустим, если я, там, ну, это не серьезно, грубо говоря, да. В этом случае можно поставить следующее, ну, вложить свои, там, по 20 тысяч, например, ну, вложи в 50 проектов. Это, во-первых, очень сильно дивиденды, диверсифицируешь свои риски, во-вторых, ты получишь очень много льгот и преференций во многих бизнесах. Ты, грубо говоря, будешь ходить в кафе с большой скидкой, в салон красоты с большой скидкой, еще куда-то с большой скидкой, тебе, в этом для тебя только плюс. И плюс ты разделишь очень сильно свои риски, ну, диверсифицируешь. Ну, я предлагаю как раз спросить ребят, я так понимаю, то, что вы как раз поучаствовали, да, вот в такой программе? Сейчас, да, я поясню, сейчас вообще система вот этого общественного финансирования, она запустилась в Самаре, запустилась два месяца назад, и сейчас мы разместили уже 8 проектов на нашем сайте, и вот ребята, вот у Катерины салон красоты, у Димы фотостудия. Рассказывайте, как вообще узнали, как познали, нравится, не нравится? Ну, вообще, вот идея, допустим, салона красоты у меня возникла тогда, когда я еще работала в Москве мастером по маникюру, в салоне премиум класса на Новом Арбате. Мне там тогда все так понравилось, и я подумала, а почему бы то же самое не создать здесь, у нас, в Самаре? На фоне этого я познакомилась с системой Совсем, с платформой, которая предоставляет не только финансирование, но и потребителей. Вот, повторюсь, как Денис сказал, то, что изначально наши акционеры, они уже являются лояльными потребителями, выкупив долю в бизнесе. Наш салон будет отличаться тем, что это будет салон премиум класса, но с ценами по среднему ценовому сегменту. То есть обычные клиенты у нас будут получать более дорогие услуги, но по привычным для них ценам обычных салонов красоты. Вип-клиенты у нас будут получать привычные для них услуги, но со значительными скидками. Второй критерий – это у нас будет круглосуточное обслуживание. То есть в Самаре нет ни одного салона красоты, который работал бы в режиме нон-стоп 24 часа. И третий – это будет не просто салон красоты, это будет еще и спа. То есть можно будет сделать все в одном месте, не тратить на это лишние нервы, средства и силы, собственно говоря. На данный момент у нас уже рассчитан бизнес-план, составлена финансовая модель и уже, значит, сборы заявок. Сбираем заявки. Ну, как, да, скоро-скоро уже? Ну, скоро-скоро уже, да, хорошо. То есть проект запущен в действие. Хочу у Дмитрия спросить. Дмитрий, как у вас все дела? Ну, немного расскажу о себе. Я работаю профессиональным фотографом уже где-то около пяти лет, то есть это является моей основной профессией. Фотосъемкой я вообще начал заниматься с детства, ну, как у многих, наверное, собственно, папа и дедушка занимались фотографией, то есть вот этой вот... Красные комнаты, да? Да-да-да, именно. То есть с магией ручной проявки, ручной печати, как бы с детства знаком. И, соответственно, как у любого фотографа, наверное, в профессиональной деятельности, естественно, есть потребность в студийных съемках. Вот, соответственно, и всегда хотелось некое свое, да, творческое пространство, вот, которое было бы удобным, которое позволяло бы реализовывать какие-то творческие замыслы. Да, вот, которое являлось бы, например, площадкой для, там, обучения людей фотографии и так далее. У нас в Самаре достаточно много вообще студий, да, но появилась идея, соответственно, ну, открыть свою некую, да, которая объединила бы, ну, преимущество, наверное, разных студий, как бы, и чтобы все было в одном месте. Ну, соответственно, вот такая возможность появилась после знакомства с Денисом, с самой платформой, да, общественного софинансирования. Действительно, да, то есть большим преимуществом является то, что в поиске инвесторов для проекта мы опираемся на непосредственно фотографов, видеооператоров, вот, и, соответственно, получаем сразу лояльную аудиторию неких наших клиентов. Не было страшно? Ну, любой, наверное, проект, да, всегда страшно начинать что-то новое для себя, вот, ну, в общем, с этими страхами можно бороться, вполне успешно двигаться вперед. Что ж, я надеюсь, то, что наши телезрители не испугают наш следующий вопрос, тем более, опять же, он очень-очень легкий, что обозначает понятие бартер? Сегодня говорим о бизнесе, сегодня говорим о деловых отношениях. Ответите верно, всем понятно, что это обмен. Ну, чего обмен? Собственно говоря, полное нам, полное изъяснение этого понятия, пожалуйста, в студию. Подарочный сертификат на приключение от Квест Тайма для двоих достанется именно тому, кто дозвонится первый по номеру 202-11-22 и ответит верно на наш вопрос. Не особо сложный, кстати говоря, не сложный же, согласитесь. Да, я готов это сделать. Нет, к сожалению, мы не можем отдавать сертификаты нашим гостям, нашим гостям мы только можем дать наше внимание, наше время, ну и возможность высказаться, я думаю, это тоже очень немалого стоит. Хорошо, каждый ли, я понимаю, каждый ли сможет стать вообще участником этого софинансирования? Либо какие-то критерии, я не знаю, возраст? Вы имеете в виду организовать или примкнуть? Давайте и организовать, и примкнуть. Что необходимо для организации? Ну, для организации самое главное, что... Скажем так, в традиционной модели чуть ли не самым важным является профессионализм в области реализации проекта. То есть просто так вот людей, допустим, если бы Дмитрий не был бы фотографом... Нет, это в традиционной модели. В модели общественного финансирования эти, вот эта вот схема, она работает немножко по-другому. Главное, лидерские качества, желания и возможность, ну, активная жизненная позиция, возможность, скажем так, собирать людей, придавать энергию вот этому движению и так далее. Лидерские задатки? Лидерские в первую очередь. Лидер первая. Давайте вторую выслушаем чуть попозже, пока примем звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Анастасия, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вы случайно не бизнесвумен? Начинающая. Начинающая. Вот так вот. Как вам, интересно послушать нашу передачу? Какие-нибудь советы для себя узнали? Ну, мы рады. Что ж, давайте рассказывать нам, что же такое понятие бартера. Ну, я думаю, вы наверняка знакомы с этим понятием. Ну, начнем с того, что это вид из гражданского правового договора. Такое ощущение, что у нас работает, позвонил к нам юрист, а не бизнес-умен. Давайте тогда с вами... Главное. Есть юрист. Юрист. Вот так вот. Давайте с вами тогда попроще. Это обмен валюты на валюту, обмен товара на валюту, обмен товара на товары, либо обмен валюты на сырье. Вот так вот. Это обмен товара, либо услуги на деньги. На деньги. Нет, к сожалению, неправильно. Давайте второй вариант ответа. Ну, потому что у нас времени остается немного, боимся, не разыграем. Валюты на валюту, товар на товар, либо валюты на сырье. Так. Это обмен. Получается, вещи товара и услуги, получается на ответ, чтобы снижать. Нет, к сожалению, не могу принять такой ответ, потому что, да, не берем мы вас в победителей, потому что сами, как телеканал, пользуюсь часто бартером, знаем, что это такое, и поэтому неверно. Да? Не верно. Ну, есть у вас две минуты, буквально, если вы дозвоните, что же такое бартер 202-11-22. Так, что еще необходимо, чтобы организаторам, собственно говоря... Естественно, желательно иметь, конечно же, профессиональные навыки в области реализации проекта. Нужно ли самому составлять бизнес-план? Естественно, нужно, вернее, так, человек к нам приходит, как правило, к нам приходят люди с идеей, ну, немножко проработанные, а мы им помогаем доработать бизнес-план, прочитать финансовую модель, ну, оформить полноценно их бизнес-план таким образом, чтобы он, ну, скажем так, нашел свой... Выглядит прилично. Да, Дмитрий и Екатерина машут головой, я так понимаю, что одобрительно, верно, помогли. Все это делали, да, естественно. А чтобы стать именно акционером одним из, что необходимо? Да, на самом деле, у акционеров нет критериев, как таковых. Возраст? Возраст, а, ну, от 18 лет. От 18 лет? от 18 лет, И желание, собственно говоря, стать акционером того или иного бизнеса. первый... Есть звонок у нас, давайте примем. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Инна. Инна, отвечаем быстро давайте, что обозначает понятие бартер? Это обмен товарами. Обмен товарами. Действительно, действительно верно. Я вас поздравляю. Подарочный сертификат на приключение от Quest Time для двоих достается именно вам. Отправляйтесь, развлекайте себя и кого-нибудь из своих близких людей. Так, давайте продолжаем. То есть еще раз, чтобы стать акционером, нужно быть от 18 лет, и, в принципе, это основной критерий. Единственный критерий еще могут задавать сами инициаторы проектов. Например, они хотят, чтобы их акционеры стояли, например, только из молодежи, допустим, или только из молодежи определенного, допустим, ну, какого-то сегмента, например, там танцоры, или там кто-то фотограф, или еще там что-то. Вот это два основных критерия. Вот возраст, и тот, который задает инициаторы, для того, чтобы его аудитория, акционеров, была качественной, ему интересной. Которая ему нужна. Что ж, спасибо вам большое, что были. Я думаю, что действительно, общественное финансирование, это огромный выход для тех людей, которые хотят, да, как-то открыть свое дело. Что ж, я думаю, наша передача была для вас очень полезной и интересной. Всего вам доброго, и хороших выходных. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»